Попробуют все обсудить. В Ереване на площади Свободы начались переговоры высокопоставленных сотрудников полиции и демонстрантов. Замначальника полиции Армении пообещал, всех задержанных сегодня отпустят. Ранее представители оппозиции спровоцировали стражей порядка на столкновение. Поводом для этого стали им действия собравшихся противников власти, которые прорвали оцепление силовиков и направились в район, где вооруженные оппозиционеры уже вторые сутки удерживают четырех стражей порядка в заложниках. Ранее на площади Свободы оппозиционеры призывали выступать против властей. Одного заложника сегодня удалось освободить из захваченного в Ереване отделения полиции. Еще двоих полицейского, которому стало плохо, и водителя скорой освободили утром. Таким образом, в руках радикалов остается четыре человека. Спецслужбы продолжают вести переговоры, но налетчики пока сдаваться не планируют. Среди заложников остаются высокопоставленные силовики. Это заместитель начальника полиции Армении Вардан Егезарян, замначальника полиции Еревана Валерий Осипян. А начальник полиции Армении Владимир Гаспарян стал третьим силовиком, который за последние сутки решился войти в захваченное здание. По данным спецслужб, захватчики, их около 30, вооружены и очень опасны. У радикалов в Ереване огромный арсенал оружия. Неизвестные требуют освободить координатора оппозиционного движения, учредительный парламент Джорайра Асефеляна, которого власти обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. Напомним, группа налетчиков ворвалась в здание накануне ранним утром. Во время захвата один полицейский погиб, четверо были ранены. Речь о штурме по-прежнему не идет. На месте находится спецназ, дежурит снайперы, к полку стянуты и БТР.